ТВ и радио на Патриаршей Дениса Клявера Лазерное шоу и пенная дискотека Open Air с диджеем Антонио Городской салют и море позитивных эмоций 5 августа Стань ярче! Сосветись на Патриаршей Генеральный партнер ТНС Энергомарий Эл А вы знаете, кто они? Инженеры будущего Мы задумались над этим вопросом И вот к чему пришли Прежде всего, это те специалисты Благодаря новым технологиям И идеям которых успешно развиваются Все экономические отрасли Именно они всегда остаются востребованными На рынке труда Подготовку квалифицированных кадров Для ведущих предприятий нашей республики И страны в целом Сегодня ведет Поволжский государственный технологический университет Сейчас мы остановимся на сфере социальных технологий Так, давайте начинать с самого главного Какие преимущества предоставляет факультет социальных технологий Своим будущим студентам? В первую очередь, это возможность посмотреть мир Возможность путешествовать, набираться практики Международных знакомств в огромном списке стран С которыми сотрудничает факультет социальных технологий Поволжского государственного технологического университета Непосредственно белорусские практики стали для меня открытием. Я открыл для себя Минск, Брест. Это было познавательно, это было интересно. Каждый год к нам приезжают ребята из Беларуси на полгода учиться. И также мы можем поехать на полгода в Беларусь на семестр. И введена система двойных дипломов. То есть после выпуска Белорусского университета сюда приезжают ребята уже с двойными дипломами, с нашими и с белорусскими. Многие из тех, кто сейчас обучается на факультете, выбирали именно его целенаправленно из-за возможности прохождения практики в конкретной стране. Так, за 8 лет сотрудничества с Турцией и с ПГТУ там успели побывать, поработать. И, что немаловажно, заработать более 400 человек. Для меня в приоритете это была практика в Турецкой Республике. Здесь я получила колоссальный опыт, познакомилась с большим количеством людей с разных уголков земли. Также заработала свои первые деньги, подучила английский, подучила турецкий язык. И было мне просто очень интересно. А также я знаю теперь базу, отельную базу. То есть могу работать в туризме. А также, так как я училась на специально-социальная работа, то я могу опять-таки работать и в социальной сфере. То есть наш факультет, он предоставляет такие практики, где мы можем работать в любой сфере деятельности. Крепкие международные связи у факультета социальных технологий ПГТУ сложились уже давно. Ежегодно студенты стажируются и в США, Германии, Республике Беларусь. Юлия Пермитина на иностранных стажировках была несколько раз. Будущий социальный работник уверена, ВУЗ дает знания и возможности. И уже задача студента – использовать их по максимуму. Студенты факультета, они обладают особым качеством, качеством сострадания. Они могут не только слышать людей, но и слушать их. Мы называем профессиональной этой эмпатией. Почему я выбрала? Потому что это родной факультет, это частичка меня. Я выбрала новое направление информационной, технологии в медиарекламе. Выбор для меня, в принципе, был весьма очевиден, потому что со второго курса я крутилась в медиасфере. Для меня это интересно. И, конечно же, интересно быть первооткрывателем. Это весьма интригующе. Так что примечательно, студенческие отряды ФСТ работают на нашем Черноморском побережье. Развивая отечественный туризм, студенты уже несколько лет подряд выезжали на практику в Крым. Практики в Крыму проходят в рамках нового движения, студенческого движения, студенческих отрядов. Ну и вот в 2016 году мы как раз на факультете выиграли конкурс всероссийских студенческих отрядов. И наша команда «Ешкин Кот» принимала участие в работе студенческих сервисных отрядов на базе крымского гостиничного комплекса «Ялтаин Турист». Факультет социальных технологий сейчас осуществляет подготовку по программам бакалавриата и магистратуры. Так, на бакалавриате четыре направления подготовки. Это социальная работа, реклама и связи с общественностью, сервис, туризм. В магистратуре, помимо уже перечисленных, еще конфликтология и гостиничное дело. Также новинкой этого года становится введение двух новых магистрских программ. Одна с факультетом информатики и вычислительной техники, другая с институтом леса и природопользования. «Мы наполняем подготовку специалиста пониманием психологии, коммуникации, рекламы, маркетинга, работы в области социологического материала. ФИФТ наполняет эту программу пониманием компьютерной графики, дизайна, информационных сетей, информационного языка и так далее. Вот это первый опыт. Ну и программа довольно интересно смотрится. Видите, информационные технологии в медиарекламе. Не просто отдельная медиареклама и не просто отдельная информационная технология, а некая специализация, основанная на довольно широкое востребование. Второй проект в области экологического туризма мы начали совместно с институтом леса и природопользования нашего же университета. Он предполагает интеграцию ресурсов в области туризма, гостеприимства, сервиса. А с другой стороны, экологического ресурса современных лесов, рекреационного ресурса современной природы Республики Мариел. И мы думаем, что этот проект тоже нужен Республике, поскольку он связан с одним из стратегических направлений ее развития, о котором не раз уже говорило руководство Республики. И на что побуждает и Российская Федерация. Это развитие внутреннего туризма через изюминки регионов. Всего же на факультет социальных технологий поступить бесплатно нынче смогут 90 человек. ФСТ – вообще единственный факультет Волготехи, имеющий гуманитарную направленность. Поэтому стоит подтянуть школьные знания по истории, русскому языку и обществознанию. Подробнее о правилах приема можно узнать на официальном сайте ВУЗа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова